Так, дорогие зрители, расскажу вам сегодня, как отремонтировать детскую куртку. У самого несколько детей, поэтому с такой проблемой встречаемся часто. Вот обычная детская куртка. Молния перестала застегивать. Сломалась собачка. Вот её ребёнок застегивает. Вот, вы сами можете. И всё. И она расходится. Даже и не застегивается. Вот, всё сразу расходится. Так. Для этого мы что делаем? Нам её нужно, во-первых, снять. Сейчас мы её обратно закроем. Вот это как выглядит. Молнию застёгиваете, а она не застегается. Вот она, расходится. А всё это из-за того, что собачка пришла в негодность. Вот тут видно, она уже вот, всё. Некоторые её пытаются прижать там плоскогубцами. Так, вот пытаются прижать плоскогубцами её там. Но это всё ненадолго. Это в походных условиях. Если прижать её, прикусить, она будет немножко держать. А так всё, это надо её заменять. Сейчас мы вам покажем, как всё это сделать. Для начала это всё снимается. Так, вот мы её ведём-ведём. Собачку. Запомните, придёте в магазин, когда... Ну, продавцу, если и покажете её, он вам сразу подберёт. А так, если вы вот продавец, вам будет не в курсе, у каждой собачки есть вот номер. Вот сейчас я сфокусирую. Вот, это пятый. Вот пятый, видно. Пятёрка. Есть второй, там третий, седьмой и так далее. Ещё обязательно скажите, какая у вас молния. Это тоже очень важно. Вот эта пластиковая, есть металлические молнии. Тоже очень важно. Вот видно, как собачка, вот она вся разошлась. Её можно, конечно, полскогубцами поджать, но это всё ненадолго. Она в конце всё равно, она разойдётся, вот дёрнет. Дети очень сильно дёргают. Из-за этого она приходит в негодность. Вот так вот её раз. И снимаем. Вот всё, вы её сняли. Всё, вот видно, почему она не застёгивает, потому что она просто элементарно разошлась, сломалась. Даже вот я её поджал, вы видели, а всё равно она... Ну всё, она негодная, она уже... Она уже не будет служить. Она... Если её поджать, она один-два раза, конечно, это... Ну, застегнёт. Но потом всё равно... Так, для этого чего она нужна? Берём эту собачку и отправляемся в магазин. Прямо с ней подойдём и купим. Если у вас другая собачка, с ней подойдёте. Это не важно. У них у всех номера. И ещё говорю, на многих собачках нет номера. Но вы с ней подойдёте, и там специалист вам подберёт. Либо аналогичную подберёте по размеру. Так. Сейчас пойдём и купим. Так, здравствуйте. Нам вот собачку вот такую. На пластмассовую молнию. На детскую. Тёмненькую. Такая, ага. Прицеплю. Ага. Такой фундамент, пожалуйста. Так. Десять. Двадцать. Хм. Спасибо большое. Так. Вот купили собачку. Сейчас поставим. Спасибо. 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 Так вот, сходили на рынок. Купили собачку. Пойдём сейчас поставим. Так, ну что, сходили мы в магазин. Приобрели собачки. Сейчас будем их устанавливать. По свету вот приобрели. Тёмненькую. Ничего, она будет смотреться тоже хорошо. Сейчас всё покажем. Тёмная. Как говорится, всё равно на курточке будет она смотреться хорошо. Так же простенько вставляем её вот в пазы, чтобы она застёгивалась. Вот посмотрим. Совместим. Чтобы она правильно стояла. Не вот кверх ногами, а вот так вот. И, следовательно, вот сейчас вот так вот её здесь вставим. Так, вот, значит, нам её вот так надо поставить. Вот в таком положении. Всё, вот вставляем в пазик её. Вот, чтобы она зашла вот сюда. Вот так вот раз. Протаскиваем её. Вот всё. И она оделась. Всё, опускаем её вниз. Опускаем вниз. Новая она ещё не разработанная. И проверим, как застёгивается куртка. Это не только на куртках. Вот смотрим. Всё идеально. Новая молния. Например, если вы придёте в ателье, вам скажут полностью менять молнию. Нет, у меня уже была история такая. А менять молнию, это там у них тарифы. И тысяча рублей, и это. Короче, вот такой ремонт куртки. 30 рублей и 2 минуты делов. Ну вот всё. Куртка как новая. Вот так. Теперь она застёгивается, расстёгивается. Пожалуйста. Вот, смотрите. Всё. Вот вы её расстегнули. Даже если опять такой случится, ту же самую операцию, можете опять произвести. Пожалуйста. Итак, дорогие друзья, сегодня отремонтировали детскую куртку. 30 рублей делов и 2 минуты времени. Если пойдёте, например, в ателье специализированную, это минимум 500, а то и там будет больше. Всё. Куртка, пожалуйста. Как новая. Всё. Застёгается, растёгается, растёгается. Пожалуйста. Всё. Удачных выходных. Всё. До свидания. Да, ещё. Не забываем, что в магазин надо прийти именно вот со старой собачкой, чтобы специалист или вы даже сами подобрали такую же собачку. Потому что они бывают, говорю ещё раз, разные. Обязательно нужно сказать, если вы придёте просто с собачкой, обязательно нужно сказать продавцу, специалисту, что молния у вас, допустим, вот как в этом случае, она пластиковая. Бывают молнии металлические. Это всё тоже очень важно. Собачка тоже бывает другая. Может не подойти. Вот, например, здесь собачка. Вот она совсем другая. Вот у неё номер. Тоже 5, но С. Она маленькая. Здесь 5, вот она, С. Вот, они совсем разные. Два раза больше она. Так что обязательно это нужно сказать. Если вы придёте просто с собачкой. Можно, если вам не трудно, прям целиком можно. Если вот особенно получается как вот собачка без номера, если, и вы сомневаетесь, то лучше прям принести эту молнию. Ну, как молнию, куртку прям принесёте, и вы на месте уже подберёте. Потому что собачка, если без номера, труднее подобрать. Она на вид-то будет такая же, а может не подойти. Так что лучше принести прям целиком. Ну, куртку свернёте и принесёте. И прям там на месте подберёте. Это если она без номера. Если она с номером, то не обязательно нести всё. По номеру легче принести. До свидания, до новых встреч.